привет друзья сегодня 4 мая завтра пасха мы идем в магазин сейчас купим пасочки огурчиков рыбку в общем какие-нибудь вкусняшки до завтрашнему празднику а 1 хватит Огурцы еще хочу взять. Что еще? Бери. Это такой пучок. Да. 71. Разобрали? Вот смотри как вкусненькая, сладенькая. Тут же покупаю, где покупали на зеленый борщ. Здесь бурячок, возьмем квашеный и будет видно, дальше будем покупать. Можно и там, и там, где хожу, там вот эти прилавки синие, красивые. Так, паска 50 гривен. Вот эти маленькие по 50. Да? Привет, Мариш. Ваши конкуренты, то бишь сменщики, попали в кадр с зеленым борщом. А вы с пасочками. Да. Жену не увидел нормально, она обиделась. И вещи любые. Кто ж меня возьмет? Станят меня. Дайте мне грудинку вот эту вот красивую. Вот она стоит пока. Такая грудинка хорошенькая, да? Сейчас еще что-нибудь возьму. Ой, тут пасочки есть у нас, смотрите. 68, 220, 35, 74. Вы видите, какой выбор. Наталочка. Привет. Привет. Вы снимаете обзор наш городской пасочки. Вы красавицы у меня будете везде. И войдете в хорошую историю нашего города. Мы надеемся. Да, друзья. Я наверное, знаете, я возьму по одной пасочке разных. Вот возьму одну такую. Наталя. Одну такую, одну такую и одну такую. И там бездрожжевую у девчат я еще возьму. А я все возьму по одной. Вот эту одну возьму давай. Вот эту одну. Потом вот эту вот возьму. Одну. Да. Вот эту возьму одну. А что такая разница большая? 111 и 74. А по весу вроде одинаково. А там цветные идут. Да. Наташ, что такая разница большая? Это 74, а это 111. По весу. Что ты? Вроде как одинаковые почти. Кажется. Кажется, да? А если кажется, как говорят, надо креститься. Так, две такие. Ну, мало ли там. 111, 22. Дотя придет, доте надо дать. Плюс. А маленькая нет? Плюс. Самая маленькая нет. 50. И 74. И 4. И 4. И 311, 50. Хорошо. Конфеты. Берет. Что за конфетки? Разные. Смотри, какие разненькие. Видишь? Твои любимые тоже есть. Мои любимые. И еще. Какие мои любимые? Ромашка. Денежки мои тратишь. Денежки мои тратишь. Раз ромашка, два ромашка. А я четвертую сорвал. Не забудьте кино, когда про себя посмотрите. Комментарии написать. Хорошо. Идем. Идем. Привет, Лёва. Привет. Алена паски купила, мама? Нет. А ты что будешь делать? Я сама паски покупала. Ты что будешь делать? Да. А мы еще только идем. Это наши дети учились в одном классе. Да. И до сих пор мы знакомы. Дети уже выросли. Ужас. Ой, детям уже по тридцатнику больше вообще. Не говори эту цифру. Не говори эту цифру. Ромаш, ну считай сколько тебе лет. Так что... О, моя красивая девушка. Слышишь? Ну ладно. Наташ, пока. Что ты ехала? А что такое? Сыр ты хотела. Голландию. Мясо я не купила, Виталик. Себе пожарили. Ну пошли купим мясо. Там нет уже мяса. А где есть? Там уже закрылось. Пошли есть и есть. Не знаю где. Короче, в этом магазине мы не купили мясо. Мы сейчас пройдемся до мясного магазина. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что тут? Да вот можно выбрать, конечно. Ну, бери, что ты хочешь, и все, занимай очередь. В общем, идем дальше. В мясном магазине огромная очередь, его видели. Мы пройдем до следующего супермаркета, чуть дальше. Супермаркет. Может, тут? Да, я тут подожду тебя. Или может, там дальше. Давай. На, вот эту нашу сумку, чтобы нет. Давай, иди, я жду тебя здесь. Давай, давай. Вот это обменные пункты. Это что? А-ля 90-е возвращаются. Где их было раньше понатыкано. Где хочешь. Все купили. Такое же мясо по такой же цене в супермаркете есть, как в том мясном магазине толпа стоит. А тут купили свободно. А тут купили свободно, без проблем. Все, идем домой. Старые собачки уже старые. Видите, это клуб школьника Эврика. В этом клубе работала моя жена. Сейчас называется детский центр. И здесь же, друзья, у нас была свадьба. Потому что в 90-е, даже начале, очень трудно было найти свободное кафе. Мы обошли весь район. И так и не нашли свободного кафе. И мы праздновали нашу свадьбу в клубе. В детском клубе. Да. Есть ссылочка. Есть видео. Спасибо Борису, оператору, который снял нашу свадьбу. Вот здесь она и была. Вот здесь, друзья, была детская библиотека. А сейчас... Друзья, всех вас с наступающим днем Светлой Пасхи. Уже идем домой. Буду ли я завтра снимать Свято-Тихвинский женский монастырь? Не знаю. Как говорится, проснемся, да? Посмотрим, как будет настроение. Может, сниму коротенькое видео. На этом все, друзья. Спасибо. Подписываться не обязательно. Просто смотрите и пишите комментарии. С вами был Виталий Пескун и Светлана Пескун. Пока.